Что вам приятнее, ребят, смотреть? Вот давайте будем с вами очевидными. Вам приятно смотреть на вот такую картинку на фулл графике? Или на такую картинку на фулл графике? Как-то вот здесь вот всё подразмыто, как-то вот это всё сделано более так... Вот эти все линии чёткие, они нафиг не нужны. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «Участвую». И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами записываем видеоролик по танкам онлайн, где будем как раз-таки обсуждать топ-5 вещей, которые от меня бесит до сих пор в HTML клиенте. И я не знаю, будет ли что-то с этим сделано, будут как-то это фиксить и что-то с этим вообще творить у нас разработчики. Может, какие-то фишки добавят, а может быть, они услышат и прислушаются, как говорится, к моему мнению. И, возможно, к мнению вашему. Поэтому, ребята, если вы хотите поддержать данный видеоролик, как говорится, осветить вот эти темы проблемные, если они, допустим, вам так же не нравятся, как и мне, то можете просто завозить луксы под данный видеоролик и, естественно, писать комментарий, чтобы этот ролик у нас выходил в рекоменды. Вот, короче, это некий топ-5 вещей, которые меня бесят в HTML-ке. Вот давайте я просто сейчас назову вам по пунктам их, а потом мы, соответственно, пройдемся прям вот конкретно по этому всему делу. Первое. Неудобный чат. Второе. Скучное открытие контейнеров. Третье. Создание битв. Четвертое. Естественно, графика в самих битвах. И пятое. Смотреть гэс и резист противника. Давайте теперь обо всем поподробнее. Про чатик. Ну, мне кажется, здесь даже особо не нужно у нас останавливаться на этом вопросе. Я просто у нас, знаете, тот игрок, который пришел у нас еще с флэша. И смотрите, как это вижу лично я. Когда я заходил, допустим, в тот же самый флэш, ну, во-первых, у меня сразу планка такая вылезала со всеми новостями. Сразу все новости были всегда-всегда-всегда. Даже, допустим, вот сейчас, когда у нас, по факту, никаких новостей нету, да, никаких мероприятий не проходит. И здесь в правом низнем углу не вылазит такая рамка, что сейчас проходит какая-то акция. Купи там что-то в спецприложение или поиграешь в каком-то режиме и т.д. и т.п. Я все равно мог полистать вот эту новостную ленту и посмотреть, что вообще было, что я пропустил. Это была мега удобная фишка. И, как говорится, все эти новости я у нас считал. Плюсом ко всему, как раз-таки можно было сразу открыть чатик. Ты открываешь, там чуваки переписываются. И также из чатика я очень много смотрел, знаете, таких вопросов, что сейчас вообще беспокоит людей. О чем они там разговаривают, там обнова такая-то, не такая. Там прям такие бурные обсуждения были и т.д. и т.п. Сейчас первый общий чат, который всегда у нас абсолютно летел. Смотрите, он полудохлый. Потому что, блин, вот так вот, мне кажется, максимально неудобно на это все нажимать. В правом нижнем углу эта кнопочка по табу, она открывает, соответственно, чатик. И ты такой смотришь, ух ты, боже мой. Здесь у нас что, здесь смерть. Здесь никто не общается в ашпере, потому что его никто не видит. И вот это мне прям неудобно. Ну, не знаю, как вам, но, по крайней мере, мне вот это вот прям дико неудобная тема. Никакой живности здесь, соответственно, у нас не ман. Вот, давайте перейдем к следующему пунктику. Это скучное открытие контейнеров. Думаю, здесь со мной многие согласятся, что по факту, по сути, допустим, контейнеры, которые ты фармишь себе, и контейнеры, которые могут, в принципе, принести тебе какой-то XT скин, и ты у нас уже будешь выглядеть посолидней. Какие-нибудь интересные устройства на халяву ты можешь выбить. И, ну, смотрите, опять же. Серый фон открывается, ящик дрожит, бам, и все. Ну, как бы, ну, как бы, да, вот, и все. Не знаю, почему, но мне вот нравилось открытие в как раз-таки Танках X. Небольшая такая отсылочка. Помните, кто у нас открывал хоть раз контейнеры в Танках X, там тебя переносит куда-то в область гаража, там это все дело открывается, какие-то контейнеры, спецэффекты дикие там, фу-фу-фу. Блин, как-то по прикольным было сделано. Здесь можно тоже, в принципе, такой ангарчик замутить, где вот эти контейнеры у нас стоят такими стопорями, тебе выдают типа один контейнер, или он приезжает на чем-то, открывается это все. Мелочь, но, блин, было бы дико приятно. Здесь серый фон, стоишь, открываешь контейнер, ну, как бы, ну, не знаю, скучновато. Можно было сделать немножко повеселее. Вот, третий пункт, это прям мое лично самое и самое больное, это создавание битв. К слову, чтобы сейчас создать битву, точки, мотаешь вниз, список битв, он открывается не сразу, не моментально, грузится. Создание битв, карту Александровской я у нас, допустим, хочу создать. Выбрал, мало того, что все эти пункты лагают, здесь приходится, опять же, у нас выбирать, допустим, вот сейчас я нажимаю на какое-нибудь такое звание, мне нужно потом опять перематывать. Допустим, опять же, если ты у нас так смотришь, только открываешь бит, там эти звонки не сразу все открываются, диапазон, то есть до которого ты можешь растянуть. Вот, во-вторых, вот этот пункт, да, ты вот так выбираешь дополнительные настройки. Здесь в дополнительных настройках выбираешь пункты, которые тебе не нужны. Закрываешь это все дело. Чтобы у тебя голды падали в режим паркура, тебе не нужно там, вот здесь вот сразу ставить дополнительных, формат битвы нельзя выбирать, потому что голды не будут под те нужды, сперва сохранить. И потом только вот здесь вот, соответственно, выбрать какой-нибудь режим паркура. Вот, и здесь у нас дополнительных. Опять ящики с бонусами. А как? Я их вроде выключал. Лагает. Тебе опять приходится заходить. Вот, ладно, бог с ним это все дело перетерпел. Запустил битву. Хочешь слить ссылочку в чатик, чтобы ребята заходили? Что тебе нужно сделать? Естественно, назад заходить. Опять вот сюда кидать, соответственно, эту ссылочку. Отправлять, переходить по этой ссылочке, убрать этот чатик. И только тогда присоединиться и войти. Боже мой! Чтоб создать по факту битву, это, блин, нужно долбануться по полной программе, чтобы действительно ты просто создал битву. Это долго, это неудобно. К примеру, я сейчас вам покажу, как это у нас с этим работает на флэше сейчас. Общий чатик открыл. Создание битв. Снизу кнопочка создать. Битва та же самая. Александровск. Опа! Звание растянул. Какой-нибудь захват себе выбрал. Опа! Все пунктики, которые тебе не нужны, подключал. Опа-опа! Как бы все. Запустил. Скопировал. Ссылочку в чат. Опа! И зашел. Почему? Почему вот так вот не сделать? Я не знаю. Но это полная жесть. Вот. И четвертый пункт. Это графика. Я не знаю почему, но разработчики до сих пор не вводят у нас такую фишку, как туманка. Это же обалденно. Это офигенно обалденно тема. Ну, смотрите, давайте. Придем, соответственно, на то же самое расстояние. Не на то же самое расстояние, извиняюсь. А на то же самое место, что и в флэш-клиенте. Я, допустим, у нас треснулся. И смотрю вон туда, допустим. Ну, вот давайте вот сюда вот вдаль. Камеру немножко приподнимем. Все видно. Не какой-то манки. Кусты эти отвратительные. И как-то, ну, такое себе. Открываем тот же самый в флэш. Фулл графика. Туманка включена. Вот что вам приятнее, ребята, смотреть. Вот давайте будем с вами очевидными. Вам приятно смотреть на вот такую картинку на фулл графике? Или на такую картинку на фулл графике? Как-то вот здесь вот все подразмыто. Как-то вот это все сделано более так. Вот эти все линии четкие. Они нафиг не нужны. Вот здесь вот как-то, как-то, я не знаю. Как-то поприятнее, что ли, смотреть на вот эту всю тему. Ну, вот вы просто посмотрите. Вроде бы одна туманка. Но что она дает? Если опять же здесь зайти. Допустим, те же самые настройки графики. И выключить туман. Все. Отвратить. Это же, блин, и с выключенным туманом. Она более менее смотрится, нежели в HTML с выключенным туманом. Как у нас вся эта тема смотрится. Здесь. И здесь. Здесь. И здесь. И здесь. И здесь. Блин, сглаживание. Как будет сглаживание поставить? Ну, к слову, открываем настройки графики. Все, соответственно. Показывать пыль и гильзы. Не знаю. Может быть, это мне поможет. Все остальное у нас включено на фуллочку. Блин. Ну, ничего не помогло. Пыль у меня появилась. Да. Ну, по факту ничего не изменилось. Как будто ощущение, как будто сглаживания нет вообще. Меня это очень сильно раздражает. Вот. И еще такой пунктик. Давайте я сейчас зайду абсолютно, допустим, в... Давайте это вот... Чтобы было прямо очевидно. Я зайду в матчмейкинговую битву. И покажу вам пример. Что меня бесит по поводу ГС. Вот пятый пункт. Это смотреть ГС и резист противника. Давайте. Давайте я вам это все наглядно примером покажу, как меня... Допустим, смотрите, меня вот бесит вот этот чувак, который у нас играет на харьке плюс арте. Я нажал на кнопочку R и посмотрел его ГС-ку, резисты. Ага. Все. Никто остальной меня, в принципе, не бесит, да? Или, допустим, вот этот чувак. Я посмотрел. Ага. Вот такие резисты. Вот такие у него устройства. В принципе, окей. Никто меня больше не раздражает. Все нормально. Что нам приходится делать в HTML клиенте, чтобы посмотреть эту всю тему? Единственное, чем мне нравится HTML клиент, чем я вам тоже... Ну, давайте о плюсах, соответственно, тоже говорить. Загрузимся в битву. Я вам конкретно покажу, что, допустим, меня здесь устраивает. По поводу как раз-таки вот этого вот тапчика. И такая фишка есть только у нас в HTML клиенте. Я не знаю, в этом ролике будет, наверное, один и единственный плюс. По этому вопросу. Но давайте вот зайдем и давайте, соответственно, посмотрим. Мы заходим, нажимаем сразу на тап. И я сразу вижу GS, соответственно, чуваков, которые я более-менее играю. Почему-то на резисты и на устройства я у нас особо внимания не обращаю. Не знаю, почему. Ну, это даже тоже полезно. Типа, так же по тапу можно сразу все посмотреть, сразу все почекать. Ну, допустим, проходит какой-то некий промежуток времени. И, допустим, вот этот вот чувак, он у нас поменял вооружение на изитке. Я нажимаю на R, ну, не поднимается вот это вот окошечко, чтобы посмотреть конкретно, что у него. Мне приходится открывать тап и искать его в списке битв этого дебильного чувака, чтобы у него все прочекать и посмотреть. Вроде, с одной стороны кажется бредовая идея, вроде, с одной стороны кажется прям мелочь такая. Но, блин, все-таки это битва же. И тебе хочется, допустим, на R-очку какую-нибудь нажать и посмотреть сразу, что вот конкретно у этого челика, который меня раздражает. Потому что на всех остальных мне, в принципе, все равно, мне насрать, они меня не бесят. Я хочу посмотреть конкретно у одного чувака. И мне приходится нажимать на тап и это все искать. Неудобно. Неудобно. Меня, по крайней мере, это очень сильно раздражает и бесит. Ладно, короче, ребята, будем заканчивать данный видеоролик. Вот такие вот у меня пять пунктиков, от которых у меня горит в HTML клиенте. В принципе, можете, ребята, свои варианты также писать у нас в комментарии к данному ролику. Смотреть, что из этого у нас получится, что вас бесит в этих клиентах. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Кому понравился данный видосик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok